Раннее утро. Барнаульский зоопарк только распахнул двери для посетителей, как вдруг по центральной дороге поскакали олени в человеческом обличье. Михаил Лямин и Виталий Селюков – актеры театра музыкальной комедии. В премьерном спектакле они будут исполнять главную роль. Чтобы Бэмби двигался по сцене грациозно, величественно и легко, они и приехали сюда понаблюдать за повадками и поведением настоящих оленей. Кстати, вот этот вот маленький. Да, вот этот. Кстати, вот этот вот Бэмби получается. Вот надо, значит, с него только примеры брать. С него, да. Ну, пока из всего самого интересного, он только... Он пока только жует. Нет, а круговая, круговая, видишь? Да. Эй ты, олень! Ребята говорят, если услышат в свой адрес нечто подобное, отныне будут воспринимать слова в качестве комплимента. То ли в шутку, то ли всерьез называют новое назначение в театре актерским ростом. С юмором утверждают, сыграть Гамлета мечтают многие, а вы попробуйте сыграть оленя. Михаил Лямин для того, чтобы вжиться в образ, изменил свой внешний вид. Страшно представить, что будет с актером, если в другой раз ему достанется роль всем известного Шрека. Я думаю, Бэмби мог бы быть с прической такого цвета. Поэтому я вот сподвигся на такое действие. А как же другие роли? Другие роли. А я оправдал. Я для себя понял, что я играю светлых достаточно персонажей, не брутальных лирических таких героев. Ну а если серьезно, наблюдение за животными в актерской практике вполне нормальное явление. К тому же в театре музыкальной комедии очень много детских спектаклей, где главные действующие лица не люди, а звери. Чтобы постоянно не ездить в зоопарк, Юлия Пермякова, например, завела дома черную кошку. В Маугли актриса играет Багиру. Ну а Бэмби сегодня научился сжевать солому и делать равнодушный взгляд. Что из этого всего получится, сможем увидеть совсем скоро. Премьера музыкальной сказки 30 августа. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин, информационный канал «Город».